Такое широкое название называется «Социокультурная психология и антропология», потому что целый ряд проблематик, которыми мы занимаемся, это изучение человека в контексте культурных традиций. Эта экспедиция для нас в какой-то мере уникальная. Само место, его уникальность, его продуктивность для работы – это отдаленный регион с охранным традиционным вкладом жизни. Село, где есть все поколения. Где есть знающие люди, шаманы. Здесь, в удивлении, вообще сохранна традиционная культура, не столько в какой-то бытовой стороне, хотя, безусловно, традиционное хозяйство, здесь скотоводчество, здесь выводит и Яков, по сути. Здесь сохранно мировоззрение, традиционное мировоззрение в связке с окружающей природой, с уважением этой природы, с поклонением этой природе. Эти горы издали наши предки. Гором, в общем, они есть. Гором и все вместе. Небом, в общем, все вместе, то, что нас окружает. В этой экспедиции, помимо знакомства с местной культурой и обычной для участников исследовательской работы, оказалось еще одно важнейшее дело. Оказалось, что школа сама заинтересована в нашем приезде, чтобы их ученики общались с нашими. Марина, где ты учишься? В каком классе? В 10 классе. Их педагоги подключились к нашей работе для методического обучения по развитию исследовательской деятельности учащихся в их школе. Для того, чтобы их школа также начала активно изучать собственный родной край. И мы начали подключать в индивидуальном режиме их старшеклассников к нашим ребятам. Когда подключились их педагоги, работа началась совсем живее, интереснее. Такое вхождение в эту культуру совместно с школой позволило нам выстроить такую продуктивную работу. Кроме этого, мы провели методический семинар для учителей школы и подарили им изданную у нас литературу по организации исследовательской деятельности учащихся. Чтобы сплотить ребят, были организованы совместные игры. И обсуждение разных краеведческих тем в смешанных группах. Изучение ребятами жизни народа, живущего на территории, где проходит экспедиция. Сбор этнографического материала – это центральный момент экспедиции. Мы полгода на специализации готовились к этой экспедиции, понимая, куда мы едем. Ребята знакомятся не только с историей и географией района, но и с тем, как собирать материал. У нас есть занятия на технике установления контакта, технике ведения беседы. Это как бы общий метод получения информации у другого. Я вижу, как от экспедиции к экспедиции в целом культура фотографирования содержательных материалов растет. Так же, как я вижу, что ребята лучше научаются вести содержательную беседу по своей проблематике. В процессе работы возникают темы, которые выльются в законченные исследования. Когда мы едем, мы обсуждаем ключевые моменты, проблематики, которые могут быть в принципе на этом материале. В поезде продолжаются лекции. Мы в этой экспедиции работали практически по всему району. Мы ездили в Сайотское село Сорок, мы работали в райцентре Орлик. Ребята ездили на летнике, на зимнике, на взаимке. Когда мы приезжаем в село, первый, второй день стараюсь выйти на ключевых информантов, ключевых людей. В вурятской культуре позиции шамана или старейшины. И общаясь с ними, в первичной беседе вычленяются какие-то наиболее интересные, яркие сюжеты, характерные именно для этого места. Их я и предлагаю прорабатывать ребятам. Мы каждый вечер обсуждаем с ребятами, что они получили, какие материалы. Зачастую, естественно, они приходят с материалами какими-то своими. Нам показали такую салфетку, очень старую, которая была так по кругу написана мязью, какой-то мальчик, то есть 18-18 лет. И целый ряд тем рождается именно вот слушая ребят. Мы попали в Краги, сэр, мы знали куда ехали. Люди, которые нас сопровождали здесь от Орлика, все время показывали на теленные скалы, на водопад, на лавовый поток. Говоря то, как это связано с героем известного бурятского эпоса Гессер. Мы пытались понять, насколько Гессер актуален как некий образ, как герой для жителей. И эта тема, надеюсь, будет развиваться в такой отдельной исследовательской работе, особенности сакральной географии Акинского района. Мы изначально знали, что в этом районе живут сайоты, народ малочисленный. И нам было заранее интересно, что это за политический процесс, вычленение народа, что их позволяет говорить, что они самостоятельные этности. Для этого мы специально ездили в село Саро, которое считается сайотским селением. И там работали с сайотами, пытались понять специфику их самосознания и культуры. Эта тема и вычленилась потом как одна из тем по этногенезу и современному самосознанию сайотов. Другая тема, естественно, всплыла. Это особенности взаимоотношений кинского буддизма и кинского шаманизма. Они имеют весьма выраженную специфику. Активное возрождение буддизма, оно наглядно там рассматривается. Мы попали на большой буддийский праздник Майдегрих-Урал. Это один из самых значимых праздников буддийских. Мы познакомились с Хамбу-Ламой, состоятельно. И, естественно, у нас была целая линия с шаманами. У нас четыре разных шамана, которые считают посвященными шаманами. К шаману очень важно, что к нему нельзя идти как к некому зрелищу. Настоящий шаман – это оскорбление, это неправильно. Ты к нему идешь с зачем-то, с какой-то просьбой. Наше село, где мы живем, в Хужир, находится под тремя святыми горами. Одни из наиболее почитаемых в этом районе. У каждого этого места есть свой хозяин. Когда начинают любое дело, брызгают или молятся хозяевам места. И буддизм не отрицает шаманизм, надстраивается над ним. Ламы молятся верхним бурханам, всеобщим богам. А шаманы совершают моления и подношения местным богам, окрестным. Я стараюсь, чтобы ребята познакомились с литературой вообще, но работали исключительно на анализе конкретного собранного материала. Я пишу исследовательскую работу на тему буддизма и шаманизма по экспедиции нашей. Тема религии мне наиболее интересна. То есть, как вообще религии сосуществуют, как они связаны с какими-то народными обычаями. В том селе, в котором мы жили, мы общались с шаманкой, с женщиной. И она рассказывала очень интересные вещи. Хотелось бы их как-то проанализировать. В общем, был один такой момент. Женщина, она гадала нам на камнях. И она говорила такие вещи, которые были довольно неочевидны. Что, в общем, в какой-то момент я просто даже поверила, что, ну, как она так интересно все это смогла бы прочитать. У нас такая тема идет уже много лет. Одна девочка ее и ведет. Это особенность обиходной веры. Как вот в бытовой культуре проявляется это верование. Через систему примет, через систему оберегов, через систему действий особых, повседневной жизни. У нас тема связана с обрядовыми ситуациями. Мы опять побывали на свадьбе. Помимо этого еще удалось попасть на ходак. В аналогии с русским это сватовство или сговор. Кроме того, мы побывали, допустим, в таком элементе обряда свадебного, когда невеста обрывает свой сундук. Все, к чаю. Пою чаем гостей. Там очень интересные традиционные обряды. Собранный материал обрабатывается еще в экспедиции. Создается реестр аудиофайлов. На середине экспедиции мы начинаем намечать темы итоговых докладов на конференции в экспедиции. Все работы им дальше уже целенаправленно на эту тему дособираем. Но это еще не индивидуальные темы. Это на двух, на трех человек каждая тема. На конференции подводится итог экспедиции. Но это только половина пути по превращению собранных материалов в законченное исследование. Потом мы по дороге обратно обсуждаем, кто какую курсовую готов писать по экспедиционным материалам, на какой материал есть. И вот там начинается вот это вочленение индивидуальной темы. Окончательная тема, конечно, формулируется в сентябре, в октябре. Дальше есть август и начало сентября, где они еще думают. И бывает, что они вот после этого приходят и говорят, нет, мне все-таки хотелось бы что-то другое. Мы всегда обсуждаем, я никогда не говорю сразу да или нет. И только после этого начинается окончательное углубление в тему, анализ, осмысление собранного материала. Ну, конечно, смысл экспедиции для ребят этим далеко не исчерпывается. Эта экспедиция, кажется, пожалуй, самая продуктивная из всех тех экспедиций, которые мы ездили. Мне много всего рассказывают, показывают. Я подружилась с одной замечательной семьей. Сегодня мы готовили опять национальное блюдо очередное. Вся моя экспедиционная жизнь полностью занята работой в группе, работой с респондентами, обработкой материала, прочими радостями экспедиции. Вот так вот. Эта экспедиция по материалу, по их разнообразию, по глубине, по деталике, по перепроверенности информации, по насыщенности программы работы в самой деревне и в районе. Наверное, она уникальна. Субтитры создавал DimaTorzok